всем привет на связи федор васильев мы продолжаем сами изучать кмс wordpress в этом уроке давайте произведем установку wordpress на локальный сервер почему это делать нужно на локальный сервер а не сразу на хостинг ну за хостинг скорее всего придется заплатить мы пока только учимся и поэтому мы организуем сервер прямо у нас на компьютере то есть это будет имитация хостинга но видеть мы будем сайт только мы мы сможем полностью сделать сайт такой как мы его видим как мы его хотим а потом уже когда сайт будет готов я покажу как выгрузить его на реальный хостинг чтобы его все могли видеть в интернете тема об установке локального сервера open server и настройки я опускаю так как уже много было уроков если вы не знаете как это делать я сейчас вам покажу уроки готовые которые уже есть об этом они универсальные просто вам нужно сделать то же самое то что я показываю в этих уроках то есть сначала мы устанавливаем и скачиваем локальный сервер open server а как на него установить wordpress в этом уроке я покажу смотрите вы переходите на страницу моего канала youtube переходите в 10 плейлисты кликаете находите вот здесь плейлист русский интернет магазин просто в этом плейлисте есть уроки об open server я просто вам показываю чтобы вы не искали сразу его нашли кликайте по заголовку посмотрите урок вот этот вот подготовка здесь я показываю где скачать open server официально также а вот следующий урок установка локального сервера вы смотрите и полностью повторяете настройки которые я показываю вам в этом видео вот в этом видите два урок номер два установка локального сервера единственное что там немного изменились настройки более актуальной настройки сейчас вам покажу как выглядит у меня на open server у меня open server уже установлен я кликаю сейчас вам возможно не видно но из урока 2 который я вам порекомендовал вы там все поймете в настройки захожу по уроку настраивайте все так же как я показывал только лишь вот здесь вот вкладка есть модули настройте именно как это сейчас выглядит у меня более современные настройки вот здесь вот apache выставите как у меня apache php 7 дальше вот здесь вот так же php 7 выбираем и mysql как у меня все нажимаем сохранить остальное все то же самое как вот здесь вот в уроке номер два ставьте урок на паузу подготовьте open server и продолжим от те у которых уже установлен open server или вы знаете как это делается продолжаем смотреть данный урок на компьютере в папке с установленным сервером мы заходим в папку domains там где у нас домены но здесь у вас наверное ничего не будет просто создаем новую папку и как-то ее называем я вот уже создал обязательно по-английски пишем и . log ставим заходим внутрь папки сюда мы перетаскиваем архив с wordpress им который мы скачали в прошлом уроке правой кнопкой мыши кликаем по нему извлечь в текущую папку архив можно удалять открываем wordpress и вот это все нам нужно также отсюда вырезать нажать назад и переместить это как бы в корневую папку а пустую папку wordpress удаляем ты что получилось у вас вот так вот ваша папка домен . log я сейчас даже вот так ниже опущу чтобы видели путь вот open server domains и wordpress 1.log вот вот таким образом если после этих действий у вас open server был запущен то нужно его перезагрузить также обращаемся в трей кликаем по флажку и выпадающем списке мы выбираем перезагрузка и ждем как только флажок загорелся зеленым кликаем по нему вновь и выбираем мои домены и выбираем ту папку с доменом который мы только что создали в которую только что мы поместили движок wordpress кликаем по домену если вы все сделали верно то вы должны увидеть вот такую вот страницу приветственный wordpress адрес при этом выглядит у меня вот как мой домен vp admin потом слэш сетап конфиг здесь мы все читаем видим единственную кнопку вперед нажимаем на нее и вот здесь ответственный шаг нам нужно создать тестовую базу данных в open сервере мы с вами опять нажимаем на зеленый флажок который у нас в трей наводим мышь дополнительно и выбираем php my admin кликаем мы видим вот такое вот окно пользователь мы пишем root пароль мы здесь не используем нажимаем вперед нажимаем здесь база данных и создаем на английском языке любое название базы данных у меня много сайтов чтобы не путаться базу я называю также как домен wordpress 1 нажимаем создать все wordpress 1 у меня название базы данных эту вкладку можно закрывать имя базы данных удаляем все что здесь написано и пишем имя базы данных которые мы только что создали имя пользователя удаляем здесь все что написано и пишем слово root пароль вычищаем из этого поля на локальном сервере нам незачем использовать пароль мы его здесь не создаем мы будем использовать пароль когда перенесем wordpress на хостинг сервер базы данных оставляем также здесь localhost префикс таблицы мы не трогаем нажимаем на кнопку отправить все в порядке пишет нам система вы успешно прошли эту часть установки мы нажимаем дальше запустить установку и здесь мы пишем название сайта то есть о чем ваш сайт это мы сможем потом изменить если нужно я пишу просто дэмо имя пользователя придумайте какое-то имя для входа потом в админку но только не используйте имя админ используйте на английском языке какое-то свое уникальное слово так как я буду только тестировать здесь я не буду использовать этот сайт потом в реале я пишу для удобства админ пароль здесь интересно можно сразу получить вот такой вот пароль сгенерированный мне нужен простой пароль я пишу просто 13456 если мы тестируем и нам нужен слабый пароль чтобы не заморачиваться потом быстро входить в админку то пишем легкий пароль как только мы впишем нам система сигнализирует что это очень слабый пароль и вот здесь появляется чекбокс разрешить использовать слабого пароля если нам нужен слабый пароль мы ставим здесь галочку сразу вам даю совет делайте два сайта за мной повторяйте делайте демо сайт на нем вы будете все экспериментировать и учиться а потом на втором сайте также на open сервере мы будем принимать только самое необходимое и уже отлаженная схема то что мы будем использовать для нашего сайта так как сайт мы можем расширить как правило wordpress это происходит за счет сторонних плагинов которые насчитываются больше 40 тысяч представляете и мы будем использовать только необходимые плагины поэтому на тестовый сайт мы можем напихивать кучу плагинов не боясь что сайт будет тяжелым для теста и для обучения поэтому здесь смотрите сами если вы сразу делаете сайт для себя то сразу заморочить со сложным паролем и с именем пользователя не админ ваш email вписываем рабочий наш электронный ящик попросить поисковой системы не диктировать сайт но мы не ставим галочку нажимаем установить wordpress у нас обновляется страница и wordpress поздравляет нас с успешной работой имя пользователя админ пароль у меня 1 2 3 4 5 6 нажимаем войти проверим все ли у нас работает админ у меня имя имя и пароль ставлю галочку запомнить меня и войти и вуаля я вас поздравляю вы только что установили wordpress на локальный сервер на этом я данный урок заканчиваю увидимся в следующем видео итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedor васильев точку ру адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe muse если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку captcha защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывают на мою страницу федор васильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема в.п. значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указана под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федор васильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема в.п. в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирована у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрирована вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видеокурсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь в подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и а и и и и и Продолжение следует...